Мы начнём лекцию. Статья лекция посвящена последним разработкам на основе графена в области электроники и биофизики. Клан лекции такой. Сначала я дам короткое введение, потом разберу одну статью, разберу другую статью. Но я рассчитывал на то, что здесь будет много школьников, поэтому введение сделал простым. Так, ну вначале небольшая историческая справка. Керапет представляет собой единичный слой из атомов углерода, формирующий эксцентральному решёту. Впервые он экспериментально был получен в 2004 году группой Дейвы Новосёва. Вот, соответственно, ссылка есть на оригинальную статью «Город Сайлс». По графене, как о таковом, знали ещё раньше, когда изучали графит. Сколько у графита состоит из сулевого графета. Но именно получить отдельную плёнку не удавалось вплоть до 2004 года. То есть, отдельная плёнка из атомов углерода, она не рассматривалась как некая стабильная образовательная. Однако, Дейвы Новосёвы доказали, что вполне может быть получен. И, как вы видите, соответственно, вот графен здесь представлен. Вот видно там, что у него, если канальная решётка, то что он не совсем огонь. То есть, там есть такие бужры, которые называются риплами, и такие углубления, и называются падлами. И далее, в 2010 году Дейвы Новосёвы были удостоены Нобелевской премии. Соответственно, вот фотография с Нобелевской церемонии. В крайне справа сидит Киев, с второй справа на меру сидит Константин Новосёв. То есть, в оба учёных, они русские мигранты, ещё в 90-х, по-моему, уехали из России, и работают сейчас в Манчестере. В общем, вот так. Далее, короткое введение на то, что вообще такое графен. Графен, решётка графена, она представляет красотой шестиугольники, типа пчелины и соты. Они все правильные. То есть, там углы везде по 120 градусов. Особенностью здесь является то, что графена две под решёткой. Вот они там обозначены, как одна чуть светлее, другая чуть более тёмная. То есть, графен представляет со двумя тревольными под решётками. А шаг решётки, вот это лето, там приведено только на целое срок решётка на стрелку. Ну, а, соответственно, справа приведена здесь первая зона привезда. У графена, соответственно, вот там по один, по два вектора правой решётки. Там вот некоторые точки на первой зоне привезда, в частности. К, К и К штрих – это гираговские точки. И дальше я объясню, что это такое. Теперь наиболее интересное свойство носителей зарядов терпения. То есть, как известно, для массивной частицы дисперсионное соотношение представляется, как вот самое верхнее уравнение. То есть, там, квадрат в пульсах, плюс квадрат в массах. Однако, экспериментально установлено, что для электронного горбения при низких энергиях и дисперсии энергии от их присоединения. То есть, они ведут себя, как безмассовые частицы. Своя эффективная скорость, вот скорость фермы, 1,03 скорости света, то есть 10,6 метров в секунду. То есть, здесь, соответственно, хорошая картинка приведена, там, в семье. Приведена дисперсионная зависимость энергии от импульса для первой зоны привезда. И, соответственно, ясно видно, что привалок энергии, здесь вот этот конус, он абсолютно правильный и никакой запрещенной зоны нет. То есть, график представляет собой полупроводник с нулевой шириной запрещенной зоны. Ну, если кому-то интересен подробный вывод, то я его могу отослать к книге Кацнельсон. Графен – это «Dimensional Color». И, соответственно, какая еще важная особенность графена? Электроны у него могут перескакивать с одного узла на другой. Соответственно, вот приведена типичная энергия перескока. То есть, как вы знаете, у атома углеродов, у него четыре электрона. И в данном случае в графене три электрона объединяются. Три электрона СП2 гибридизуются и образуют связи на решетке. Четвертый электрон, он обладает ПЗ-орбиталь, расположенный перпендикулярно в слое графен. И, соответственно, вот эти ПЗ-электроны, они могут перескакивать с одного узла на другой, через один узел, через через один – все эти энергии перескока известны. И именно они являются характерными и, соответственно, дырки являются характерными носителями зарядной графики. И вот это свойство, прежде всего, лежит в основе всех таких особенностей графена, как очень высокая подвижность заряда, очень большая теплодоводность, очень большой модуль юнинга, но это вот тема для отдельной лекции. Ну, здесь, может, табросы есть у кого-то, у людей. Ты можешь сделать на фулт-стрин? Да, я не знаю. Смотра угодовая. Я проверял угол уже. Нет, не отличается. Я не знаю. Да, я так буду. Да. Ну, тогда перейдем уже конкретно к последним разработкам. Значит, первая статья. Вот она здесь приведена. Это американская коллаборация из нескольких университетов. С Техас, из Аризоны, и, соответственно, вот этот господин Ажоянов, их руководитель. Какую идею они предлагают? Они предлагают новый способ изготовления интегральных микросхем. Соответственно, что здесь используется? Они используют акрофен и тексагональный нитрит бора. То есть, идея изготовления такая, что исходно у нас есть и тексагональный нитрит бора. Он формирует такую же шестиугольную решетку, как акрофен, но разница в шаге решетки всего 2%. Там, соответственно, вот показаны даже атомы. Вот, синие и зеленые. Синие атомы – это борт, зеленые атомы – это азот. Далее, что делать? Приготовляется вот такой атомный слой для нитрита бора и тексагонального. Он ложится на специальную маску. В этой маске лазером уже исходно, очень точно вырезаны в прорези будущие ваши агона микросхемы. Далее все это бомбордируется ионами агона, таким образом, что в определенных местах выбиваются атомы азота и атомы бора. То есть, образуются такие, как вакансии в электристаллические решетки. И далее, вот под вакроец закачивается CH4, бетан, и, соответственно, атомы галерода, они замещают вакансии на решетке нитрита бора, и, таким образом, у нас получается вкрапление аграфера, поскольку у нас сформирована хексагональная структура. То есть, если кого-то интересует подобности, то в конце указанной статьи там есть целый раздел «Кетолика получения образца», и там подобное объяснено, при каком давлении, при каких температурах все это делается, какие газы используются. То есть, в итоге что получается? В итоге мы получаем один атомный слой, на котором есть определенные заданные нами структуры из графенов, которые являются в данном случае проводником. А все остальное занимает гексагональный галерой бора, который является диэлектриком с довольно-таки приличной шириной запрещенной зоны, вот эти 9 л. И дальше эти господа демонстрируют, с какой точностью и чистотой они могут подготовлять образцы. Вот, соответственно, то, что левое крайное изображение – это просто обычная фотография, там, все видно масштаб – 3 мм. Они показывают, что возможны различные шаблоны, типа полоски, там, спирали, кружки. А вот, соответственно, фотография нижняя, как это все выглядит в руках. То есть там в пальцах нажимается особая подложка. То есть здесь данный вот атомный слой, гибридная структура из нитки добора и графена, она может быть перенесена на любую другую подложку без потери функциональности. Здесь показано, что там какой-то лаборатор сжимает в пальцах образец. Соответственно, там подложки на нем вот эту вот шаблонку. Видно вам совку, там 0,2 мм. Ну и также они особо отмечают, что данная структура может слегка гнуться. То есть обычную, скажем, микросхему вы не погнете. А здесь вполне в таких эпидемичных пределах все это может сгибаться без потери функциональности. Ну и здесь, соответственно, они вот... Вот то, что справа две фотографии, вот этот вот кружок с губой, это уже электронный микроскоп. И вот эта сова тоже изображение электронного микроскопа. То есть там здесь видно, что светлые области это электрик пора, в темной области этой графиры. Сова это символ одного из университетов, сотрудники которых принимали участие вот в разработке. То есть там в статье подробно рассказывается, что данные образцы приготовлены очень чисто. То есть если там, скажем, область из графира, то там только графир и без всяких примесей. То есть они использовали атомный силовой микроскоп, рамоновские пики и показали, что края, значит, области очень точные, очень острые и внутри области нет креплений другого вещества. То есть этот процесс может быть приготовлен очень точно, очень чисто. Ну и далее, собственно, основная идея. Далее показано в статье, что таким образом может быть изготовлена полноценная микросхема. То есть то, что они здесь собрали, называется сприт-клоус-клуб резонит, это резонатор, аналог обычного РС-кортура. То есть если впоследовательно соедините сопротивление, индуктивность и конденсатор, и пустите по нему периодический ток, то там будет какая-то резонансная частота. Он единица на корень из 2 ПЛЦ. И, соответственно, теперь вместо того, чтобы паять, скажем, какой-то контур или интегральную схему, можно уже изготовить вот такой один атомный слой с гибридной структурой из нитридобора и грофера. Вот там подключены, видно, белые полоски, вот и контакты. В качестве контакта используются золото или китал. И, соответственно, данный вот одноатомный прибор, он показано функционирует так же, как и полноценная ГЛЦ-цепь. То есть тут, естественно, верхняя графика не приведет. Это еще, по-моему, в отношении сигнала входного к сигналу входному. Вот там резонансная частота, где эти клевые сходятся, она примерно на 95 дегативц. В принципе, можно, если кто хочет, подробно разобрать эти графики. Потому что они здесь, в принципе, подробно разъясняют. Но основная идея именно вот такая же. Аналогично можно собрать не только РЛС-контр, но можно собрать также усилитель. Можно собрать уже собран полосовой фильтр. Средственно, знаете, как работает полосовой фильтр? Ну, слышали, у всех была радиофизика, что у вас, соответственно, такая вот полоса идет, и выкатуток выпускаемого частота. Все, что больше чего-то и меньше чего-то, оно гасится. Там, соответственно, идет как катушка-конденсатор, катушка-конденсатор, катушка-конденсатор. То есть, вот это основная идея такой статьи, что можно собирать уже интегральные схемы новым способом. Вместо того, чтобы на платье что-то брать или спаривать постепенно, можно взять и на одном атомном слое вот так очень точно изготовить образец. То есть, данный прибор потом может быть перенесен на какую-то другую подложку и может гнуться в таких приличных пределах. Ну, и еще главный плюс – это быстродействие. То есть, в графине подвичность носителей заряда на три порядка больше, чем в крепке. Поэтому электроника, собранная вот таким способом, она будет гораздо более быстродействующей. Так, ну, в принципе, по электронике все. А на сколько она будет быстродействующей? Ну, уже электрофеновый транзистор, он сколько? 150 ГГц, допустим, демонстрируют уже. Ну, а ЭПМ разгоняли до 150 ГГц. А кремниевый, там, от 5 до 10. До 9, допустим. Ну, как минимум на два порядка. А стоимость производства вообще? Ну, и вот это не знаю, кстати. По крайней мере, в такой статье данные не приведены. Но учитывая, что сейчас научились, наконец-то, получать чистые просты графена методом, вот, хемикологой, хемикологой по депозитию, то, возможно, со временем все это будет удешевлено. Ну, пока этим занимаются, в принципе, ЭПМ, а они уже начали штабовать промышленные образцы. Что? Становое производство, но это, об этом, я думаю, можно будет говорить, когда все это на широкий рынок просто выйдет. Когда там всего-то много у них таких исследовательских разработок. А в принципе, альтернатива кремнию – это хорошее в будущем. Так, вот. Дальше тогда переходим к второй статье – это «Мироген и физика». То есть, эта статья у нас всем свежая, за февраль тринадцатого года, и вы можете найти ее на архиве на свободном доступе, естественно. Потому что ту статью из «The Nature» вы можете выкачать только, если у вас есть доступ, ну, или выдрать там, нарушая амтерские права. Здесь, пожалуйста, можете зайти и почитать. То есть, основная концепция здесь следующая. В принципе, возможны и уже создаются биологические протезы в качестве, скажем, возвращения потерянных конечностей, возвращения зрения, слуха, извлечения травм головного мозга. Однако нужен материал, из которого бы, скажем, а, даже можно так с тобой, для различных целей медицины и биофизики требуется внедрение датчиков в организм, в живую ткань и, скажем, внутрь клеток. Однако, для таких датчиков выдвигаются особые требования к материалу. Он должен быть электрический, химически нейтрален. Он должен не повреждать окружающую ткань. Естественно, не вызывать рисования, не иметь острых голов, но в достаточной степени гнус. И всем таким требованиям отвечает график. Вот здесь, соответственно, приведен такой концепт для искусственного глаза. То есть для человека одеваются очки, в очки вмонтирована небольшая камера. Камера обрабатывает изображение, которое перед видео поступает и передает имплантант. Имплантант, он вмонтирован в заднюю стенку внутри глаза и соединил с нервом. Соответственно, имплантант декортирует информацию, полученную от камеры, и определенным образом раздражает зрительный нерв. И в результате у человека появляется в мозгу какая-то картинка. И вот возникает вопрос, с чего можно собрать данный графеновый инплантант. Ну и здесь сравниваются различные материалы. Тут, наверное, плохо видно. Там сравнивается у нас алмаз, кремний, графен и сплав из алюминия, галия и азота. Соответственно, графен, он превосходит всех их по подвижности носителя заряда, по тому, что его можно гнуть, и по биологической совместимости, и по быстродействию. Поэтому графен является одним из таких хороших агитаторов по сравнению с уже существующими аналогами для изготовления различных вот таких биологических имплантантов и датчиков. Далее, что конкретно в этой статье делается. Там они подробно вначале вообще не собирают полевые транзисторы с индуцированным затвором. И они в начале статьи подробно рассказывают про технологию производства. Дальше ставят задачу проверить совместимость биологической ткани. Потому что, если мы внедрим что-либо в гладоскору, в первую очередь важно, чтобы не было отражений, чтобы не было повреждений нервных клеток. И для этого биологические совместимости проверялись следующим образом. Брались из глаз крысы неровные. При этом крысы используются различного возраста. От семи дней до восьминедельных крыс. Соответственно, данные нейроны из глаза, они высеивались на две подложки. На стекло традиционное, сапфировое стекло. Традиционная подложка для клеток. На картин. И на вот такой композитный материал. Традиционная подложка для клеток. Полосами череплювился крател и стекло. И дальше, через 4-6 дней, смотрели, сколько нейронов выжило и спасило, и образовали ли они силы. Вот в данном случае на верхних рисунках приведены фотографии, полученные метром биоресцентной мифоскопии. То есть, как-то гелл освободился в специальный раствор, который поглощался клетками, и при этом он испускал свечение. То есть, клетки рассвечивались изнутри, и затем обычным картопом рассматривались. Вот видно, что там они все живут и образуют даже сеть. Вот там, если кому видно, между клетками там такие аксоны которые тянуты, то есть, слева графина, справа стекло. То есть, показано, что они на графине так же спокойно живут, как на обычной подложке. А то, что снизу ставилась задача проверить влияние границ на выживаемый скелет. Для этого изготавливался такой композитный образец. Там слоями чередуются 10 микрометров. Вот те такие красноватые полоски, они шириной 10 микроон, это графин. А такие синеватые полоски, это 20 микроон и сортируя стекло. И, соответственно, видно, что вот эта фотография нейрона, это все изображение, это электронный микроскоп, сканирующий электронный микроскоп. Ну и видно, что нейрон, вот в принципе, указки просто нет. В общем, вот это, скорее всего, аксон у него такой толстый, вот это аксон от какого-то другого, от другого тоже от толстых. То есть видно, что нейрон, он вполне себе комфортно чувствует на такой композитной подложке, и разрастается без какого-либо предпочтения к границам или к типу поверхности. Потому что первоначально ожидалось, что он может разрастись только, скажем, по синей полосе, а только по стеклу. Ну, как оказалось, что он разрастается не без такого отражения графена, но сделано вывод, что все-таки графен, он биологически совместит с нейронами. Так, и далее, непосредственно положение к биофизике, измерение на калиевого канала. То есть, что здесь делалось? Брались специальные клетки, вообще они пишут, что это клетки из человеческих эмбриотов. Не знаю, правда, где они их брали. То есть, это, может, биофизики есть здесь, может кто-нибудь сказать. Ну, в общем, брали специальные клетки, вот, ХЕРХ-293, и они отличались тем, что они были генетически модифицированы, таким образом, что у них оставался только калиевый насос. То есть, обычно клетки в ней два. Натрий и калий, ионы. Натрий и калиевые насосы. Это специальные лабораторные такие генетически модифицированные клетки. У них только определенный один насос остался. Насоса калий плюс. И далее, такая клетка высаживалась на графеновый транзистор. Соответственно, вон вид. То есть, вот это то, что верхний рисунок, то, что под ней. Вот это. Соответственно, вот это сток. Это источник source. Это drain stock. Соответственно, вот у нас идет затвор. То есть, это транзистор с индуцированным затвором, и клетка, она как бы играет роль в затвор. И далее в клетку вводилась, соответственно, вот такая пипетка, на которую подавался определенный потенциал. Вот. Там показано. И, соответственно, что делалось? Смерилась зависимость от приложенного потенциала, получается, к затвору, в зависимости тока вот этого между источником и стоком, от потенциала приложенного к затвору. Соответственно, она показана вот здесь. То есть, можно пояснить, вот второй рисунок, соответственно, это такая фотография микроскопом вот этой клетки и вот той пипетки. То есть, там видно не очень хорошо, но вот там в центре вот эта клетка, вот это такое то, что справа. Сколько оно завидно? Это вот та самая. А что там масштаб? Масштаб? Ну, там несколько, по-моему, несколько микрометров. Микрометры. Ну, там, кстати, масштаб у них не подписан. Можно, в принципе, посмотреть. Масштаб они здесь не подписаны. А, сейчас посмотрю. Все масштабы они не подписаны. Скорее всего, судя по этой предыдущей нейронной подократии, там масштабы где-нибудь 10 микро-мегалон, допустим. Скорее на масштаб. Ну, то есть, там большой резидент получается? Да, да. Ну, там вот целая культура клеток. То есть, там нет статистики, что эксперимент, поэтому там не одна клетка и, соответственно, не один транзистор, а целый массив транзисторов, на каждой из которых посажена клетка для забора статистики. И, соответственно, как эксперимент у нас ставится, да? К вот эту клетку подается вот такой вот импульс. Прямоугольная форма импульса. Это, соответственно, вызывает отклик в клетке, поскольку формируется разность потенциала между клеткой и средой. И, соответственно, клетка пытается разность потенциала компенсировать за счет ионов калия. В зависимости, там, вот, знак положенного напряжения, или захватываю ионы калия, или все это в среде еще. Или захватываю ионы калия, или вводя в себя ионы калия. Возникает, соответственно, ток между источником и слогом. Вот здесь показана вот эта красная линия. Это отклик самой клетки. А вот темно-синяя линия – это замеренный ток между источником и слогом. Соответственно, такой опыт может быть повторен много раз. То есть, вот это вот один, другой липус – это единичное действие. Вы можете там забить клетку током еще раз, еще раз, еще раз и так далее, сколько раз вы захотите. И, соответственно, вот здесь усредненный результат показывает темно-синий. То есть, там, вот, внизу две линии – светло-синий и темно-синий. Светло-синий – это результаты измерений тока вот между листоком и стоком на отклик как от одного импульса, а синий – это усредненный по уже большому числу измерений. Ну, в результате такого усреднения можно довольно точно измерить сигналы и добиться отношения апплитуды сигнала к шуму около 50. То есть, можно вот таким образом достаточно точно в целевой физике заменять потенциалы клеток. Ну, в принципе, на этом все. Можете подойти, посмотреть, просто отсюда можно. Вот, а, хотя обидеть, в принципе, нормально. – А чем вот это объясняется, что бротен, значит, нейтральный 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 вещество? – Ну, это жуклеологная структура. – Ну, то есть, можно ли ожидать, что любая будет структура нейтральной? – Да. – Не, ну, конечно, если и убить технический спирт, то, скажем, последствия будут не совсем нейтральной. Ну, то есть, не любая структура была. И это потому, что с точки зрения физики какая, а теористика вот та же, что вот. Графен у нас нейтральный. Можно ли это чем-то объяснить? Там, подвижностью заряда, я не знаю. – Нет, ну, прежде всего, сам слой графенов, у него суммарно заряд ноль. То есть, он электрически нейтрален. Второе. Во-вторых, он не вступает ни в какие химические реакции. То есть, это не какая-нибудь, скажем, кислота. То есть, здесь, если бы здесь был химик, он, наверное, объяснит бы подробно. Но соль в том, что графен, он нейтрален химически. То есть, он может находиться, скажем, в водной среде и ни коим образом с водой не взаимодействовать. Ну, и в-третьих, что графен представляет собой природную структуру, а это естественная структура для биополимеров. Ну, получается, вот этим объясняется. Вот еще вопрос. Если графен нейтрален, там, так же, как сэкфир, а какой у вас смысл подразчивать на графене, когда можно бросить на чем угодно? Кремный, просто. Ну, вот я тоже. Ну, выгода то, что основная, как, основной аргумент это быстродействие. То, что графеновые микросхемы, они на два порядка быстрее и три. Ну, микросхемы нет, а нейронная сеть? Да. Нет, нейронная сеть, это не является целью вырастить нейронную сеть. Это является опытом, задача которого показать, что графен совместим с нейронами. То есть основная цель – это внедрить датчик в глаз. То есть внедрить в виде иплантан внедрить в мозг. А графен мы выбираем, потому что иплантант, собранный на нем будет, значит, на два порядка быстрее, чем иплантант, собранный на крем. А вот, конкретно этот опыт, он призван был показать, что графен биологически совместим с нейронами. То есть, что… Может, вопрос, смотрите, а разве у нас самого глаза, ну, как оригинальный сенсор, ну, то есть вот сетчатка глаза, она разве такая быстрая, не нужна ли достаточно такая, ну, быстрая как-то образовательность? У нас же как восприятие глаза 20 кадров в секунду? Ну, как человек. Почему 25? Ну… Ну… Ну, 20 кадров, если мы не видим, уже. Ну, 25 кадров – это отдельная тема для разговоров. Ну, запросим. Восторяю. Почему? Что там… Хотелось бы оценить, понятно, сколько требуется, вот, скорость, и сколько дают материал соответствующий. Вот, зачем. То есть, я думаю, что у нас со временем компьютерного много индустрирует, и сенсоры видеокамер тоже, чем дважды. Так, и теперь что? А вы хотите сказать, что нервная система мозга не поспеет за 100 бессродействующих устройств? Нет, нет. Ну, как? То есть, ну, нужно ли, как бы, такое быстродействие глазу? Ну, это надо конкретно, вот, чтобы ответить полу на вопрос, надо почитать учебники по нейросайенс, где подробно изложены быстродействия нейронных сетей. Я помню, в принципе, что они достаточно быстрые. Нет, ну, в перспективе, там, может, быстродействие глазу, может, не нужно, а мозг может понадобиться лучше. Читали научную фантастику? Потому что там у людей часто могут принять некоторые имплантанты, которые позволяют там лучше считать или лучше слышать, дальше видеть и так далее. Так что, в принципе, это быстродействие может быть использовано для некоторых чипов, которые могут усилить, скажем, расширить возможности человека в будущем. Ну, по-моему, там, в принципе, все нормально. Информация, она по нейронной сети достаточно быстро передается. То есть, это у нас, какого, программа в Москву, да, цена? Да, сейчас я вспомню. По-моему, скорость передачи вот импульса по спинному мозгу около метров в секунду. Ага. И там она колеблась очень сильно, в зависимости от активности. Но около метров в секунду там есть точная. Так что там довольно быстродействующая система. У нас в секунду очень мало. Ну да, время не позволит. Да, просто. Не имею в виду, что у нас рост прям больше не грамм. Ну, точно две вещи возможно. То есть, первое, это... Да, я не помню точно цифру, понимаете? Не знаю, да. То есть, первое, это просто, как у нас сейчас глаза воспринимает, а с какой частотой, как бы, светло форму воспринимает. А второе, это уже передача. То есть, неизвестно, что там торможение происходит. Но можно сказать так, что пока еще такой имплантант не разработан. Скорее всего, это будет в ближайшие годах протестировано на крысах. Так что, если следить за вот публикациями, то можно, в принципе, посмотреть, как это все со мной становится в реальном эксперименте. Вот вопрос такой еще по электронике. Значит, вот эта константа атомного расстояния пришел, она там сколько, по-моему, два нанометра, да? Один сорок два на стрема, другой график. А, полтора на стрема, да. Значит, если судить по масштабу вот этого эксперимента с клеткой, то там микрометр. То есть, для того, что вот сделать лист графена в тысяча нанометров или тысяча атомных расстояния это не проблема, то есть? Нет, это не проблема. Ну вот, пожалуйста, здесь одна десятая микрометра. Вот эта сова, допустим, вот эта вот белая полосочка на саве, это 100 микрометров. И вот светлая область, это графен, который причем очень чистый, там совершенно нет примесей. То есть, можете завесить статью, там они подробно рассматривают эти рамоновские пики и показывают, что примесей нет. Так что вот сделать такой образец большой, очень графен, а сейчас не проблема, потому что появились новые методы изготовления. Хемикиллэйп депозишн. То есть, это химический метод, это амутат, который был разработан иммунационный метод. Нет. Метод грейкодент, он уже несколько лет назад давно устарел. А, нет. Так что сейчас все вот только хемикиллэйп депозишн выращиваются затем. Но вообще здесь, ну конкретно здесь, это вообще-то как маска получается, конкретно здесь они исходно берут только не три пора, накладывают на него такую как бы маску с прорезями. и постепенно выпихивают оттуда вот ионами аргона, атомы бора и атомы азота. Затем запускают туда метан, соответственно, под обреклённым давлением. И уже атомы углевод замещают вот вакансии в решётке. То есть здесь не чистый графен, здесь немного другая технология изготовления. Вообще сейчас там 100 на 100, допустим, микрометров, это совершенно легко получается. То есть не чистый процесс графен. Это другая статья, по-самой деле. Надо вспомнить. Это надо посмотреть статьи, значит, ЭБМ. Статьи вот ЭБМ. То, что у них специализирована, это лаборатория, которая занимается графенными транзисторами. и там у них есть ссылки на как раз такие способы изготовления чистых образцов. Всё, ещё и есть вопросы. Тогда спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.